Азани крабы русит Вы вступаете в скрепленный проклятием договор с Господом, Богом вашим. Господь ваш Бог заключает с вами ныне этот договор, чтобы сделать вас своим народом и стать вашим Богом. Он обещал это вам и давал такую клятву вашим прародителям Аврааму, Ицхаку и Якову. И не только с вами заключает этот скрепленный проклятием договор. Этот договор и с теми, кто ныне стоит здесь вместе с нами перед Господом, нашим Богом, и с теми, кого нет с нами ныне. Вы знаете, один из вопросов, очень актуальных до сегодня, в течение всего этого времени. Есть люди, которые задают себе вопросы. Действительно ли я принадлежу этому завету? Есть люди, которые не евреи. И они, скажем, женились или вышли замуж за еврея или еврейку. И вот они прибыли в Израиль. И этот вопрос, какое мое отношение ко всему этому, очень актуально. Должен ли я, действительно, актуально ли для меня, все эти заповеди, которые соблюдает народ Израиль? И есть другие люди, которые вне Израиля живут. И их сердце открыто к народу Израиля. И я уверен, что сейчас нас многие видят из таких людей. И они тоже спрашивают себя, должен ли я соблюдать все эти заповеди? Вот в этих стихах для нас есть ответ. Не только в этих стихах. Есть другие стихи, которые отвечают на этот же вопрос. Но здесь есть все, что нам нужно. Есть другие, говорят, что я вообще-то не был у горы Синаи, поэтому какое мое отношение ко всему этому? Может быть, мои родители мои от праации были, но я так как связан с этим. Вот есть здесь ответ и на этот вопрос тоже. И Муша говорит, что Муша говорит, что Муша говорит, Он говорит, что все люди, которые в свое время там стояли. Он говорит, что они живут и старые. От пожилых до молодых. Говорят, что мужчины и женщины. Он говорит, что даже те, которые присоединились к тебе, не есть в твоего народа. Он говорит, что кто не был евреем, но его сердце прилепилось. И он пришел в эту землю. И он присоединился к этому народу. И он здесь упомянут также среди всех этих людей. Здесь говорится фактически о рабах, наверное, которые черпают воду и которые служат тем, чтобы заготавливают дроба. Кто это вообще? И Эфраим вечно переводит то, чего я не говорю. И он уже заранее перевел как раз действительно хотел. Потому что были люди, рабы в то время. И их работа, то чтобы их обязанность была носить, черпать воду, эти тяжелые, тяжелые работы, черпать воду и заготавливать дроба. То есть речь идет о том, что даже рабы, которые в народе были, они были частью вот этого Завета. И в том числе те, которые в тот момент, конкретный момент, не стояли у Гарасима. Они были еще в планах, они еще были только в будущих поколениях. Это часть нашего народа. И также каждый из нас. И Бог говорит, что и с вами конкретно те, которые будут, я заключаю этот Завет. Если ты тот, кто женился на нееврейке, или... Если ты человек, который женился на еврейке, то есть ты не еврей сам по себе. Или ты вышла замуж за еврея. И вы таки, да, прибыли в эту землю. Потому что очень важно напомнить, что то, о чем мы говорим, все эти законы, они важны и сильны для тех, кто живут здесь. Это важный акцент, когда ты живешь здесь, не где-то там в мире живешь, здесь. То на тебе ответственность соблюдает все эти заповеди. Но здесь есть такой стих. Который описывает, я думаю, многих из нас во всяком случае. Может быть, в свое время описывал многих из нас теми, как мы были. И он говорит следующие вещи. В 29 главе, 18 стих. Я прямо по-русски прочитаю это. Пусть никто, услышав эти проклятия, не благословляет себя, мысленно говоря, у меня все будет хорошо, хотя я и буду следовать своему упрямству. Есть люди, которые говорят, да ну их в баню все эти законы, все эти глупости. Я не верю ни в Бога, ни во что другое. Я верю в себя. Я, моя жизнь, и я делаю то, что хочу. Но есть люди, которые считают, что они верят в Бога, но так абстрактно. Но все эти запады, это все штучки. Я буду делать то, что я сам считаю правильным. Но Бог, Он предостерегает такого человека. Послушайте, это свойственно человеку. Мы начинаем обращать внимание на предупреждение только тогда, когда уже начинает что-то случаться. Но когда у меня все хорошо, оно мне нужно сто лет, все эти дела. Но если ты действительно мудрый человек, то тебе стоит прислушаться и не пренебрегать к повелениям Всевышнего. Вы знаете, то, о чем я хотел говорить, оно вдруг изменилось. Буквально на последних песнях, когда мы поклонялись, я получил от Бога что-то другое, не то, что я готовил. И я думаю, я уверен, что Бог хочет сказать кому-то, кто здесь есть сейчас в этом зале. И я думаю, что не случайно Леон говорил сейчас о том, что когда мы просим Бога, Он дает нам свое слово. И не стоит в таком случае пренебрегать этим словом. Или просто проглотить сказать, а это ладно, это все ерунда. Если вы действительно хотите развивать дары Всевышнего, то очень важно быть чувствительными и принимать те слова, которые Бог полагает на наше сердце. И когда мы молились, и мы поклонялись Богу, и я получил слово о стабильности и постоянстве. Потому что одна из проблем народа Израиля и каждого из нас, это постоянство. И недельное чтение начинается словами, вы сегодня повелеваю вам. Не цавим, вы омдим. Предстоите. Вы предстоите сегодня. Вы омеля не цав, это перпендикуляр. Это слово не цав. И можно представить себе в виде перпендикуляра. Это даже не надо свое воображение включать. Это просто толкование вот этого. Я вам объясняю смысл этого слова. Оказывается, по-русски это вот как раз перпендикуляр и есть. Это человек, который стоит прямо перед Богом. И вера очень связана с этим словом. Потому что она связана с понятиями постоянства и устойчивости, стабильности. И если кто-то не знал, то одно из толкований слова имуна, то, что мы говорим, вера, это вот то, что я сказал. И цавут, и постоянство, и что еще? Стабильность. Устойчивость. И вы помните ситуацию, когда народ Израиля воюет с Амалеком, и руки Моше подняты вверх. И написано там, и были руки его вера. И по-русски написано, что его руки были вознесены все время к небесам, до тех пор, пока не зашло солнце. То есть, какой-то промежуток времени он постоянно держал свои руки обращенными вверх. Зачем я вообще во всем этом говорю? Я думаю, что одна из наших проблем, это устойчивость и постоянство. Постоянство в нашей вере, постоянство в том, как мы соблюдаем заповеди. Постоянство в нашем поведении. Потому что иногда я все ближе и ближе приближаюсь к Богу. Я развиваю молитву, и я приближаюсь к Богу, я читаю Писание. И есть благословение на этом. И вдруг что-то отвлекает меня, я разворачиваюсь и иду в какую-то другую сторону. И мы говорили об этих ребятах, которые развивают бизнесы. И Леон говорил, он напоминал о успехе и благословении. И если вы хотите благословение в вашем бизнесе, Ты должен быть устойчивым или стабильным в Слове Всевышнего. Тебе просто необходимо развивать больше и больше отношения со Всевышним. И быть в этом Постоянстве все время, долгое время. Это мои слова не только к тем, у кого есть иссек, но также они связаны, просто обращены к каждому из нас. Потому что многократно вдруг что-то захватывает в наше сердце. И мы вдруг отвлекаемся и начинаем все наши силы посвящать вот тому, что увлекло нас в данный момент. И мы вкладываем, и мы вкладываем, и мы увлекаемся, и забываем Бога где-то там в стране. И нет никакой стабильности, и нет никакого постояльства. И я уверен, что каждый из нас может о себе сказать, что да, он переживал такими. И поэтому одна из заповедей звучит, Пытайся соблюдать все эти, именно пытайся. Постарайся идти в сторону Всевышнего. Потому что если ты будешь стараться, абсолютно точно ты будешь преуспевать в этом. И Бог не хочет видеть нас подобными волнами, которые приливают и отливают, и приливают. И сегодня я поклоняюсь Всевышнему, а завтра никто не знает, куда я вообще. А сегодня я говорю, как правильно, я учу всех, как правильно жить, а завтра я сам делаю неправильные вещи. Это факт, и это происходит даже в моей жизни. И Бог тогда обращается к нам и говорит, Будь постоянным. Но постарайся, просто постарайся. Потому что вера, она как раз и заключается в том, чтобы быть верным и постоянным на протяжении долгого времени. Это не просто. Но если мы желаем благословения в нашей жизни, мы должны быть постоянными. Потому что если мы непостоянные, и мы обращаемся все время на сторону, Бог начинает сердиться. Он начинает посылать на нас всякие проклятия. Не, по злобе своей, или что он такой плохой, он хочет просто выпрямить наши пути. Поэтому я хочу адресовать это слово всей нашей общине. Постоянство. Постарайтесь быть постоянными во всем, что связано с нашей верой. Во имя Ишуа. Аминь.